В соответствии с договоренностью лидеров России и Китая 2018-2019 года станут периодом активного сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой в рамках концепции «Один пояс, один путь». Международный проект творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети XXI века Москва», Центральный аппарат Россотрудничества при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, представительство Россотрудничества в Китае, Русский культурный центр в Пекине, Китайского культурного центра «Тианхэ», Московского государственного института культуры, Межрегиональной общественной организации «Клуб героев», Российского союза «Тур индустрии», Китайской международной туристической компании «Китс», туристической фирмы «Пирамида Тур» представляют. Международный фестиваль-конкурс «Золотой лотос». Добро пожаловать в Китай! В марте 2018 года пятый юбилейный международный фестиваль-конкурс под магическим названием «Золотой лотос» объединил в столице Китайской Республики Пекине под единым флагом творчества и искусства вокальные, хореографические, театральные, инструментальные коллективы и солисты из России, Казахстана и Китая. Китайская цивилизация – одна из древнейших в мире. Ее возраст составляет 5000 лет. Самобытная система письма, богатая литература, тонкое и выразительное искусство древнего Китая оказали значительное влияние на культурное развитие всего человечества. Цветочная символика Китая обладает необыкновенной магической силой. Именно это вдохновило нас назвать наш фестиваль «Золотой лотос». Лотос – божественная творящая сила, чистота, целомудрия, красноречия, олицетворяющая культуру Востока. Цветок открытой сердечности – священное растение, символ духовного роста человека, встающего на путь самосовершенствования и расцветающего светом накопленных знаний, символ творческого начала и прочной связи между Востоком и Западом. Программу фестиваля включено абсолютно все. Восточная роскошь и гостеприимство четырехзвездочной отели Пекина самого высокого класса, ежедневное трехразовое питание, транспортное и экскурсионное сопровождение сертифицированное китайскими гидами на комфортабельных автобусах по всей программе пребывания в Китае. Конкурсные и концертные выступления творческих коллективов на лучших, прекрасно оснащенных концертных площадках Пекина. Международное, высокопрофессиональное жюри. Зажигательные мастер-классы, творческие встречи и круглые столы для руководителей коллективов и участников пустынов. И, конечно, потрясающее знакомство с Китаем. Насыщенная увлекательная экскурсионная, культурная и развлекательная программы по столице Поднебесной. Площадь Тяньаньмэй, сердце Пекина. Запретный город Гугун. Великая китайская стена, символ древнекитайской цивилизации. Летний сад Эхи-Юань. Храм неба. Ламаистский храм Юнхэгун. Непревзойденные шедевры китайской культуры, посещение жемчужной, нефритовой и шелковой фабрик музеев, знакомство с современным Пекином, Олимпийская улица, океанариум, город арт-дизайна, чайная церемония и, конечно, утка по-пекински. И все это за очень низкую стоимость. Храм неба. Это храмово-монастырский комплекс в центральном районе Пекина, включающий единственный храм в круглой форме в городе – храм урожая. Комплекс занесен ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества. Он был построен в 1420 году во время правления под девизом «Юн-Ле династии Мин». Храм неба раскинулся на огромной площади в южной части города, вдали от городской сунты. Считалось, что такое окраинное положение способствует свободному общению императора Синя Неба со своим божественным предком. Нам очень повезло. Мы видели и наслаждались безупречной красотой нежно расцветающей сакуры и медленно погружались в мудрость бытия. Мы счастливы. Приглашаем разделить наше счастье в летнем дворце Пекина. По традиции фестивальная программа начинается с ордсобрания. 27 марта 2018 года в уютном Большом Зале Русского Культурного Центра в столице Китая, Пекине, состоялось открытие и конкурсные просмотры вокальных и инструментальных направлений 5-го юбилейного международного фестиваля конкурса «Золотой лотос» в рамках международного проекта творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети XXI века. Москва». Мы благодарим за неоценимую поддержку «Миража» и «Дети XXI века». Международного проекта действия 21 века, центральный аппарат Россотрудничества при Министерстве иностранных дел Российской Федерации и лично депутат Госдумы, Героя Советского Союза, генерала-полковника Антошкина Николая Тимофеевича. А также выражаем особую искреннюю благодарность представительству Россотрудничества в Китае, Российскому культурному центру Фукини и лично Мельниковой Ольге Андреевне, руководителю представительства Россотрудничества в Китайской Народной Республике. Директору Российского культурного центра в Пекине, советнику посольства Российской Федерации в Китае за содействие в организации проведения фестиваля-конкурса «Золотой лотос» в Пекине. На официальной части церемонии открытия фестиваля в приветственном слове руководитель Российского культурного центра подчеркнула значимость и важность мероприятия для международного диалога культур, а также пожелала участникам ярких выступлений, творческих побед и праздничного настроения. Участникам и организаторам было особенно приятно получить такое приветствие на высоком международном уровне. На открытии фестиваля выступили артисты пекинской оперы, а также ансамбль уникальных китайских народных инструментов. Искренне благодарим нашего великолепного ведущего переводчика Максим, которому всего 10 лет, блестяще знает китайский язык. Поздравляем нашего китайского ведущего с блестящим дебютом «Так держать! Ты молодец!» На сцене Российского культурного центра в этот день состоялось значительное событие. Впервые в Китае прозвучала песня «Гимн российско-китайской дружбы», которую исполнил автор, член жюри фестиваля конкурса, заслуженный артист России, певец и композитор Дмитрий Дунаев. Совместно с китайскими исполнителями, профессором музыкального факультета Пекинского института исполнительского искусства Фу Дауэй и Хадейба Иссы. Премьера гимна в Москве состоялась в посольстве Китая и была по достоинству оценена чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Ли Хуэй. Победа нам стала великой наградой, связанной общей военной судьбой. Песня «Гимн российско-китайской дружбе» Встреча с Дмитрием Дунаевым, где автор исполнил свои зажигательные песни. Пятый юбилейный международный фестиваль-конкурс «Золотой лотос» открыт. Пятый юбилейный международный фестиваль-конкурс «Золотой лотос» оценивала высокопрофессиональная юрия. Деревягин Юрий Григорьев, заслуженный работник культуры России, заведующий кафедрой народного танца Московского государственного института культуры, профессор. Тин Гзиванджи, хореограф, танцовщик, директор департамента хореографии художественного училища. Деревягина Валерия Юрьевна, старший преподаватель кафедры народного танца Московского государственного института культуры, лауреат международных и всероссийских конкурсов, призер по латиноамериканской и европейским программам. Дунаев Дмитрий Николаевич, заслуженный артист России, заслуженный артист Пенестровской Молдавской Республики, певец-композитор, почетный профессор Московского государственного института культуры, руководитель культурно-патриотического проекта «Россия. Вечная держава». Фу Да Вэй, певица, сопрано, профессор музыкального факультета Пекинского института исполнительского театрального искусства. Анна Ганина, вайс-профессор кафедры по классу скрипки Унанского института наук и технологий, Китай. Антон Маликов, продюсер международных проектов, педагог Российского культурного центра в Пекине и Воронежской государственной академии искусств. Короткая Екатерина, дизайнер-художник, главный дизайнер Международного кремлевского кадетского бала в Москве. Международный проект «Дети XXI века. Москва» приглашает для участия в фестивалях-конкурсах всех, кто не смыслит своей жизни без творчества. Всех от 5 до 99 лет. Любые направления и жанры искусства, солисты и коллективы, любители и профессионалы – все приглашены и все в проекте. На наших фестивалях-конкурсах применяются не соревновательные, а квалификационные принципы оценки, а значит количество призовых мест не ограничено и зависит от умений исполнителя с учетом их возраста. В фестивале-конкурсе «Золотой лотос» приняли участие творческие коллективы и солисты. Из Хабаровска. Города нефть и газ в Тименской области. Пекин, Китай. Павлодар, Павлодарская область, Республика Казахстан. Москвы. Город Пушкина, Московской области. Ханска. Города Губкинский, Немаломинский автономный округ. Поселка Пурпе, Пуровский район, Немаломинский автономный округ. Пенза, Дальнегорск, Приморский край. Шанхай, Китай. Феодосия, Республика Крым. Город Мирный, Саха-Якутия. Нарафанинск, Московская область. Города Рязань. На нашем проекте всегда очень интересно представлены номинации декоративно-прикладного искусства. Участники создают выставку из своих работ, а позже представляют их лично для участников и членов жюри конкурса. Участников фестиваля конкурса ждала насыщенная программа мастер-классов. Принять участие в мастер-классах могут как участники, так и педагоги. Мастер-класс по современной хореографии провел хореограф из Китая Динг Дживанжи. Мастер-класс по народному танцу провел профессор Московского государственного института культуры Деревякин Юрий Григорьевич. А мы продолжаем знакомиться с культурой Китая. Конечно, какой Китай без чая? Обязательная экскурсия, чайная церемония. А на нефритовой фабрике можно увидеть настоящее произведение искусства и приобрести что-нибудь себе на память. Если у вас вдруг появится свободная минутка, можете прокатиться на китайском микрофоне. А мы продолжаем знакомиться с архитектурой Китая и ее традициями. Да, это именно она. Великая китайская стена. Ну что, поехали? Стена длиной почти 9000 километров, построена еще в Древнем Китае, является крупнейшим памятником архитектуры. Это единственная вещь, созданная руками человека, которую видно из космоса. Гала-концерт в фестивале конкурса «Золотой лотос» вызвал блестящие отзывы местных китайских СМИ. В ряде изданий появились публикации с яркими фотографиями нашего праздника. Пусть эта песня не мокнет вдали, пусть греет каждого человека. Мы с вами дети прекрасной земли, мы дети 21 века. Пусть здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Невозможно передать все впечатления участников. На самом деле всего было намного больше. Многое осталось за кадром. Не хватает пленки все это заснять и передать. Вы обязательно должны приехать сюда и увидеть все своими глазами. Трудно представить себе более насыщенную программу поездки. Мы, организаторы, очень долго ее готовили. Спасибо всем участникам за то, что вы разделили с нами это счастье и вместе с нами сделали этот мир ярче. Мы гордимся и любим вас и очень ждем новых встреч. И еще, Золотой Лотос обязательно принесет вам удачу. Это не мы, это великая китайская цивилизация говорит. Следите за новостями на наших страничках в соцсетях. Заходите на сайт. Будем на связи. До встречи. Ваш Международный проект творческого и личностного развития детей и молодежи. Дети 21 века. Москва.